Приветствую вас и ребенок двух лет может обещаться в течение часа, находясь в одном положении и не реагировали ни на кого, только по причине того, что ему что-то не нравится. Это может быть каприз, это может быть какие-то действия, которые ему не по душе и так далее, потому что ребенок в этом возрасте еще не может выражать свои чувства, может только плакать и так далее. Собственно, любопытно, что он именно обижается, то есть он не плажет, он не пытается привлечь внимание вас или другого родителя, а он именно обижается. И здесь я полагаю, что это подсмотренная им модель поведения. То есть кто-то из ваших родных в ответ на негатив так же, наверное, сидел и не реагировал на никого. Ребенок это посмотрел и начал благополучно использовать в своих целях. Как вам и сказала моя коллега, в общем-то, любая обида влечет для ребенка определенные последствия в контексте его дальнейшего развития. И поэтому, особенно до 5 лет, рекомендуется врачами, педиатрами и психотерапевтами, рекомендуется ребенка, скажем так, не обижать. Ребенка рекомендуется все-таки стараться как-то вот не вводить в это состояние, в состояние, при котором он обижается и так далее. Это для него довольно травмируется, довольно травматично. И, собственно говоря, не рекомендуется ребенку опять до 5 лет говорить «нет». То есть вот 5 лет, когда ребенку будет, тогда уже можно говорить «нет», тогда ребенку уже можно объяснять какие-то вещи и так далее. Но до 5 лет ребенку не рекомендуется вот отказываться в чем-то, власть «нет» и так далее. До 5 лет ребенку нужно любить, ребенку нужно любить безусловно, ребенку нужно дарить вот всю-всю-всю ласку, всю-всю-всю тепло, какое только вы можете ему дать. Это рекомендуется врачами-педиатрами и психотерапевтами, психологами детскими. Вот. Ну и также все-таки рекомендую вам подумать как следует о том, от кого ребенок мог скопировать подобную модель по принципу величиповедения. Потому что то, что он ее откуда-то скопировал, это более чем очевидно. И это говорит о наличии определенных проблем в вашей семье, и вследствие этого можно будет аккумулировать в себе негативные переживания. И эти негативные переживания потом в последствии могут, конечно же, отразиться на его деятельности, на его поведении, кстати говоря. Потому что ребенок, эта модель поведения может совершенно спокойно привнести ее в данную еще жизнь. Если это не изменится, он так и будет отразиться. Так и будет отразиться. Только сейчас, пока еще, вы можете это изменить, убрав, во-первых, так сказать, образ для подражания, объект подражания, и активно с ребенком взаимодействуя в этот момент, вот. И, значит, как бы отбокаивая его, выясняя, почему он так говорит и так далее. Почему он так держит дело, то есть, и так далее. А после того, как ребенок начинает говорить, произойдет это, скорее всего, где-то после четырех лет. Ну, иногда там это после трех происходит. Обязательно еще и разговаривать с ним, то есть спрашивать его о том, почему он так реагирует, и так далее. То есть это тоже такой вот очень важный момент, если вы хотите, чтобы это поведение у ребенка не закреплялось. Потому что это, конечно, очень приводит знак, что ребенок в таком возрасте уже обижается, потому что обиды, это манипуляция на самом-то деле. И в манипуляции, конечно, нет ничего сколько-нибудь хорошего. Так что, вот так я думаю, можно ответить вам на ваши вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.